Профсоюзы и работодатели при содействии государственного примирителя договорились о том, что в следующем году минимальная заработная плата будет составлять 584 евро в месяц, то есть на 44 евро больше, чем в этом году. О ходе переговоров и о том, что за собой повлечет это повышение спросим у председателя Центрального союза профсоюзов у нас в студии Пеп Петерсон. Доброе утро. Доброе утро. Когда вы последний раз были в этой студии, мы как раз беседовали накануне подписания соглашения. Договоренность была на 578 евро, но вдруг в последний момент Совет Уполномоченных Центрального союза профсоюзов решил, что этого мало. Последовали еще пара месяцев переговоров и в итоге компромисс достигнут, хотя, казалось бы, торговались всего из-за 6 евро. Вот ровно столько составляет разница между 578 и 584, чего добились сейчас. То есть все ради 6 евро. Я начинаю с того, почему Совет Уполномоченных так решил. Это потому, что мы начинали... Во-первых, мы получили очень много обратной связи, что это слишком мало. Все-таки у нас минималька уже более 500 евро. И как-то это действительно растет только 37 или 38 евро. Это люди сказали, что это никуда не ведет. Это 40 должно быть как минимум или чуть больше. Тогда мы сравнивали Эстонию с другими странами. Мы видим, что Польша растет быстро, в Литве растет быстро. Мы сравнивали с Португальем, где действительно экономические данные хуже, чем в Эстонии. Почему у нас такая маленькая минималька. И вот оттуда уже это как бы решило, что нет, мы должны достигнуть 40%, чтобы оттуда уже в следующих годах идти дальше. То есть 40% от средней зарплаты по стране? 40% от средней зарплаты. И действительно, то, что мы получили как бы предложение от примирителя, то есть это нам в следующем году компромисс был нужен, потому что сами просто никак. Так что у нас есть теперь договоренность на то, что растет в следующем году. Действительно, по 6 евро больше, чем мы ожидали в тот момент. Но даже лучше то, что мы действительно в следующем году получаем 40%. То есть получается, что сейчас вы согласились на чуть меньшую сумму, потому что 584 евро, это сегодня несколько не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Но уже есть договоренность, что на 2021 год это в любом случае будет 40% от средней зарплаты, вне зависимости, сколько тогда придется сделать минималку. 620, может быть 630 евро, так? Точно так, да. И мы прогноз от нашей стороны, что это будет примерно 620-625, но растет опять примерно 40, чуть больше, чуть меньше 40 евро. Вы сказали, что вы сравнивали Эстонию с другими странами, и во многих странах рост минималки оказался стремительнее, чем в Эстонии. А каков размер минималки, вот скажем, если сравнивать опять же нас с Латвией и Литвой? В Латвии ситуация хуже, намного хуже, потому что там действительно правительство решило, что не надо 3 года поднять минималку. И там, по-моему, сегодня 430, уже несколько лет. Но в Литве мы говорим о том, что там уже больше 600, у них, конечно, налоги повыше, так что в руках наши люди получают все равно больше. Но у них цены пониже. Так что все равно мы должны смотреть тоже, сколько люди могут покупать сайты денег. В некоторых странах понятия минимальной зарплаты нет вообще, или она есть отдельно в некоторых отраслевых секторах? Вот как наши профсоюзы смотрят на то, чтобы отказаться от всеобщей уравниловки в плане минимальной зарплаты, а именно по секторам договариваться? Мы обсуждаем этот почти каждый год. У нас есть планы, как пойти в ту сторону. Сегодня в Эстонии есть три таких секториальных. Есть для автобусников, есть для людей, там, врачи, медсестры. Есть тоже для водителей грузовых машин. Но если смотреть в Финляндию, там вообще все сектора таким образом покрыты. Так что мы двигаемся в ту сторону, мы не одни, хотим туда пойти. Тоже наши друзья латыши двигаются в ту сторону. Они только что подписали договор для строительства. Так что строители в Латвии минимально у них, по-моему, там 900 или в том роде. Давайте обратимся в нашу сегодняшнюю реальность. Вот у нас повысится в следующем году минимальная зарплата, и мы знаем, что к ней привязаны некоторые другие выплаты. В том числе плата за детский садик, например. Что здесь можно сказать? Насколько вырастет эта плата? Насколько вырастут алименты? И что еще привязано к минималке? Когда мы имеем переговоры с работателями, у нас, в общем-то, очень сложно договориться. Поэтому мы даже не можем подумать об этом, кто чего связал с минималькой, потому что для нас важны все-таки зарплаты. То, что там местное самоуправление, там садики связывали, то, что государство там алименты связывало, там еще налоги связаны, там еще кое-что, кто-нибудь может аренду связывать. Мы не можем подумать об этом. Мы должны бороться за то, чтобы действительно заплаты росли в Эстонии, и с тем не занимаемся. Но мы, как все, когда сказали, что надо менять законы, мы знаем, что насчет алиментов уже в министерстве действительно очень серьезно занимаются. Очень надеемся, что это быстро будет, быстрее. Потому что наши мужские члены покажут номерами, что это нереально, столько платить. Но насчет садиков, только что читали, что все-таки все самоуправления должны это сами решать. И там, наверное, закон не меняется. В Талине, например, это 12% от минимальной зарплаты. А вообще по закону можно даже 20% от минимальной зарплаты брать за место в детском саду. Я знаю, что есть очень много таких самоуправлений, где это не связано. Я сам из старта, я знаю, что там связано. И, по-моему, там процент повыше даже, чем этот 12%. И я всегда говорю, что надо все-таки объяснить людям, почему растет. Это не всегда то, что минималька растет. Часть зарплат в расходах только, может быть, 3 трети, чтобы они должны все-таки объяснить родителям, почему это растет, почему не растет. Не то, что автоматически, что Петерсон как бы подпишет повышение этих... Пеп Петерсон был у нас сегодня в гостях, председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.